здравствуйте все сегодня покажу вам как я буду отделять пасынков от двух фиалочек литваники вот вы видите я показывала их в моем первом разделе первой части цветущих фиалок и рассказывала что одна имеет более темную листву а другая более светлую листву и вот за некоторое время за несколько недель они у меня вот так вот изменились те что то что со светлой более светлой листвой стала более крупный и листики более крупный с более темный листвой вот она помельче какая-то но цветочки у них одинаковые вот одинаково красивые вам было видно вот такие цветочки вот довольно крупные ну что мне значит не нравится что вот вы видите листья все подняты но не потому что света не хватает или что а потому что вот вы видите здесь какой пасынок уже вырос огромный вот и вот он поднимает эти листики вверх можно конечно держать как трейлер но мне не хочется я хочу сделать обычную стандартную розетку вот это и отсажу эти детки будут они меня расти отдельными фиалочками вот и здесь также вы видите какие здесь крупные уже детки сейчас я вам пока вот а когда отцветает она она вот так вот немножко желтеет но все равно остается красивой очень я люблю этот сорт прямо обожаю просто посмотрите как смотрите какие розеточки какие цветочки розочки очень красивый вот сейчас я вам покажу как я буду это делать отделять пасынки вот я принесла инструменты которые обычно использую вот и сейчас я буду удалять пасынков значит я сейчас покажу какого я буду удалять пасынка вот этот вот видите он большой и уже прямо можно сказать готовый к посадке значит что я делаю я осторожненько раздвигаю листочки вот осторожно вот так раздвигаю листочки и ведь одни они друг другу спинками это значит что это вот от основного от основной розетки а вот это пасынок вот я вот так раздвигаю и смотрю где там у него основание основание вот я вам покажу я нашла основание надеюсь вам видно хорошо вот и сейчас я не могу вот видите один попался листочек от основной розетки его надо убрать и вот теперь уже можно залезть туда и осторожненько подрезать мне неудобно я сбоку работать сейчас я поверну чуть-чуть и потом опять вам буду показывать вот вот у нас что получилось посмотрите какой большой пасынок просто готовая розеточка так один есть и посмотрите какое место прямо вот пустота образовалась и вот сразу видно что здесь еще один пасынок есть его можно тоже сразу удалять потому что он не нужен мои фиалочки а он и видите даже как растет интересно на ножки вот на такой я вот вам сейчас покажу на этой же фиалочки на этой же фиалочки вот я все смотрела раньше не могла понять что вот это такое я не отрывала ничего не это самое не убирала хотела посмотреть что вырастет я таких цветоносов никогда не видел я так понимаю что это одинаковые вот у этого цветоноса вышел цветочек а у этого нет это превратится в просто в розеточку если я вот так вот расправлю вы видите просто розеточка я это позу посажу и посмотрю как она будет расти так это я тоже отложу в сторонку этот я удалять не буду идем дальше так это без потерь не обходится листочек он нам не нужен я уберу вот что здесь творится вот видите здесь какие-то непонятные растут крохотные пока еще я думаю что их можно удалить просто выбросить чтобы дать розеточки силы расти потому что пасынки занимают забирают очень много энергии вот я очень осторожненько удаляю так чтобы не повредить стволик вот так вот и все отковыриваю и убираю так теперь дальше посмотрим вот еще один большой довольно большой пасынок вот вот этот листочек идет вот отсюда вот ой ничего страшного это а вот это мы тоже удалим это от того пасынка который я уже удалила так теперь что мы здесь имеем у нас здесь вот еще один большой пасынок и я постараюсь его сейчас очень аккуратненько убрать посмотрим сколько здесь листиков 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 вот 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 здесь вот можно подрезать вот у нас сейчас листики расправлю вот у нас еще один пасынок появился тоже готовая розеточка вот эти нижние я все равно буду удалять чтобы появился хоть немножечко стволик который можно будет заглубить вот я думаю что этот ну пока я оставлю должен быть какой-то стволик чтобы посадить так вот этот мы опять убираем тоже и что у нас здесь еще остается еще у нас остался еще один довольно крупный пасынок который можно убрать и он тогда не перестанет подпирать листики от основной розетки еще раз хочу вам показать значит вот вот такие вот маленькие я не буду держать их я их удалю вот и у розеточки будут силы на рост вот так обязательно листики надо убирать вот эти чтобы они потом там не гнили вот и вот значит остался у нас еще один пасынок который потенциальный можно сажать так вот этот обломался это ничего страшного все равно нужно будет удалять нижние листья посмотрите какой оголяется стволик видно вам видно вот оголяется стволика обязательно нужно будет подсыпать землю вы видите что я сделала я посадила не глубоко в смысле засыпала землю когда сажала этот эту розетку не до верха именно в расчете на то что я буду удалять листья оголиться разе оголиться шейка и я просто добавлю землю и вот это я и сделаю так это тоже мы удалим так теперь вот этот надо еще один удалить пасынок и на этом я считаю что достаточно больше я не буду никакие сохранять пасынки от этой розетки надо вот так придерживать чтобы не сломать шейку вот еще одна потенциальная розеточка так теперь что у нас здесь есть вы видите этот листочек он желтенький он все равно не нужен я его удалю прямо сейчас осторожненько но надо удалить вот и и вот и вот это тоже я удалю все замучили мою розеточку мы я ее замучила сегодня конечно вот вот так вот я почищу стволик потихонечку обязательно очень осторожненько чтобы его не повредить это большой стресс я думаю может и нет мне так кажется что для фиалочки это стресс когда вот так удаляют пасынки в таком количестве вот еще остался один вот здесь вот его можно его можно оставить если вы хотите вырастить еще один пасынок большой для розетки но у меня там достаточно я считаю что я могу его удалить сейчас и не сажать потом вот вот так и вот эти маленькие тоже я уберу и покажу вам что осталось ну вот этот пасынок можно удалить и попробовать его посадить хотя я не уверена что он созрел для посадки вот вам пример его можно посадить и положить в тепличку но не не глубоко чтобы он не замок потому что у него нет стволика совсем можно для эксперимента это сделать если уж очень хочется оставить этот сорт но так как у меня достаточно этих деток я его не буду сажать вот но и все в общем вот так вот осталось здесь несколько листиков удалить я потом их уберу из горшочков чтобы у вас сейчас просто время не занимать вот и покажу что осталось от разе от розеточки какая нас стала вы видите она стала вот такая вся просто прозрачная вот у нее потом расправиться я думаю вот эти вот листики опустятся и она будет цвести но обязательно ее надо заглубить и я так смотрю что слишком длинный стволик не получится не получится просто добавить землю потому что если вы видите то у него центр этого розетки этой центр находится над уровнем горшочка то есть надо будет полностью пересаживать в новую землю и в новый горшочек вот теперь следующее вот следующая розеточка она более скромная маленькая чем то но тоже есть у нее большие пасынки вот как этот например вот значит что мы делаем я еще раз повторю значит я убираю поднимаю цветы и листики от главной розетки и отделяю вот видите когда они спинка к спинке листики это значит что это пасынок вот а это материнское растение и вы сразу видите что вот прямо видно сразу основание пасынка и вот туда мы лезем вот этой вот залезаем моим инструментом вот так вот осторожненько очень осторожненько подрезаем вот и вытаскиваем тоже очень осторожно потому что листики могут зацепиться друг за друга вот такую вот такой вот пасынок которого тоже я покажу сейчас вам вот у него есть маленький стволик маленький стволик и если бы у меня не было других вариантов я бы его наверно оставила а так как у меня есть листики которые могу удалить я их вот так вот удалю потихонечку как всегда вот и чтобы мы здесь оставить нам сколько ну вот так вот наверное я оставлю вот есть стволик и уже можно посадить но обязательно в тепличку вот сейчас я удалю остальные и вам покажу как как изменится вид моей розеточки моей фиалочки вот моя вторая розеточка что от нее осталось так сказать вот значит вот этот уже старенький цветочек он самым первым распустился я его уберу вот и показываю вам какая у него появилась шейка сразу обычно я не пересаживаю цветы пока они цветут я имею ввиду фиалки я не пересаживаю пока они в цвету но в этот раз я считаю что можно это сделать это можно сказать будет такая перевалка я просто более глубокий горшочек наверное посажу хотя вот вот смотрите эту я могу не пересаживать у нее а просто добавить землю у нее центр находится на уровне верхней границы горшочка вот а вот этот вот не получится он намного выше и придется это пересаживать другой горшочек и еще но надо было бы еще удалить листиковые какие нижние но я сейчас уже не перед не буду травмировать так свою фиалочку оставлю сейчас я пересажу и покажу вам что получилось да а вот это я хочу вам показать значит сколько у меня получилось деточек для пасынков для посадки вот а вот вот это вот все это у нас идет так это мы отодвинем и так вот а вот это вот у нас отходы ничего этого не избежать ничего страшного все нормально мы облегчаем жизнь фиалки и себе тоже кстати так сейчас я к вам вернусь вот результат моей работы с фиалочками литуаника значит вот эту мне пришлось все-таки посадить оставить в этом же горшочке я немножко отряхнула землю посадил ее поглубже и поглубже и за сверху еще присыпала вот а это я просто досыпала земли и все и не трогала ее а вот это мои детки вот они у меня посажены сейчас сейчас я вам покажу вот они меня посажены наши конечно неустойчивые но ничего они посажены меня в маленькие горшочки из-под кофе вот и они мне пойдут сейчас в тепличку на месяц это точно когда я только увижу что они все расправились и стали уже расти самостоятельно как следует вот вот на этом я хотела на сегодня закончить и пожелать вам пышного цветения ваших фиалочек чтобы у вас все было хорошо с ними чтобы они не болели росли хорошо и вы тоже чтобы вы были живы здоровы и подписывайтесь пожалуйста на мой канал я буду вам рассказывать все что я знаю фиалках делиться своими даже секретами у каждого есть свои секреты всего хорошего всего доброго до свидания пока